Добрый день, дорогие участники вебинара. Меня зовут Ирина Юрочкина, как уже представили, но всё равно сразу хочется идти по программе. И сегодня наша тема — как превратить образовательную программу в конкурентный онлайн-продукт. Что бы там ни говорили, вот обучение обучением, но мы все с вами существуем сейчас в условиях рыночной экономики. И каждое образовательное учреждение или каждая организация, которая занимается обучением, всё равно рассматривает предмет своей деятельности как продукт. И на самом деле неважно, будет ли это дошкольное образовательное учреждение, хотя здесь стоит подумать, или это любые уровни образовательного учреждения, доп. образования. и многие другие какие-то сферы, которые тоже используют образовательный продукт для того, чтобы представить своё содержание, представить полезности своей более широкой аудитории. Вот поэтому сегодня об этом поговорим, и я сразу перейду к тому, действительно, кому может быть это интересно и полезно. Ну, то есть для кого приготовлен этот вебинар и для кого приготовлены эти темы. Поэтому, прежде всего, вот есть целый блок специалистов, методисты, методологи, продюсеры, те, кто готовят образовательные программы, IT-предприниматели, те все, кто сталкиваются с неопределённостью в востребованности продукта, когда мы не знаем, например, а насколько будет интересен наш продукт аудитории. Это репетиторы, это преподаватели, которым нужен гибкий подход к слушателю, потому что сегодня востребована у слушателей одна тема, а завтра, может быть, востребована другая тема, и как справиться с тем, чтобы приготовить вот такой продукт, гибкий, удобный, и для того, чтобы можно его было сразу положить, ну, что называется, на полку. Это, безусловно, руководители и специалисты различных образовательных центров, департаментов образования, департаментов дистанционного обучения, которые заинтересованы продвигать свои программы на образовательный рынок. Ну, то есть, всё равно мы сейчас понимаем, что наша тема, она будет где-то вокруг того, чтобы сделать из образовательной программы тот продукт, который не стыдно и нужно, и можно предлагать аудитории, предлагать образовательному рынку. Вот об этом мы поговорим. Я буду очень рада, если вы мне будете давать обратную связь, например, как вы относитесь к такой теме, потому что она не совсем обычная для аудитории, как раз для той аудитории, которая здесь собралась, и насколько она интересна, неинтересна, актуальна, неактуальна, мне будет тоже очень интересно, поэтому ставьте свои плюсики, минусики или пишите интересно, неинтересно, и что вы думаете по поводу этой темы. Я буду рада любой обратной связи, которая от вас идёт, и позже вы узнаете, почему, в рамках нашей темы. Хорошо, мы идём дальше. Кто я такая, почему я заявляюсь с такой темой? Ну, прежде всего, я преподаватель, действительно, с 25-летним стажем я преподавала в УЗИ, ну, вот сколько себя помню, всё время преподавала в доп. образовании, в УЗИ, в средних специальных заведениях, поэтому у меня большой богатый опыт в этой области. Более того, действительно, я объездила практически всю страну с экспертизой именно качества образования, поэтому для меня вот эта тема качества образования, и что с этим делать, как поднять на должный уровень вот эти образовательные продукты, чтобы они легко и свободно, ну, осваивались. Вот эта тема, она прямо моя такая болезненная, родная, поэтому мне всегда хочется предлагать какие-то инструменты, которые так или иначе могут облегчить вот путь к этому, к этой эффективности и к этому качеству. Ну, и понятно, что в моей практике уже действительно большое количество различных образовательных продуктов и оффлайн, и онлайн, потому что на рынке онлайн я уже более пяти лет. Ну, вот, собственно, такой мой послужной список, и, наверное, будет понятно, почему я заявилась с такой темой. Я дипломант международных конкурсов, онлайн-курсов, и как раз именно в ВУЗе, еще работая в ВУЗе, я начала делать вот такие курсы, и с таким курсом, именно образовательным, академическим курсом, впервые вышла на конкурсы онлайн-курсов. Поэтому сегодня меня спрашивали о том, насколько может быть интересна, например, программа педагогического дизайна, которую я вскоре представляю, для вузовской практики. Я сегодня, может быть, скажу об этом, но вот, отвечая сразу на этот вопрос, могу сказать, что я вышла, наверное, благодаря тому, что глубоко стала изучать методологию педагогический дизайн, эффективность и качество обучения. Вот эти вопросы, когда стали прямо предметом моего исследования, предметом моих экспериментов, именно тогда у меня появилась уверенность, и вот моя аудитория, она значительно расширилась. То есть на самом деле, это инструмент для эффективности обучения, и применять его можно везде. Но сегодня я как раз расскажу о продуктовом подходе. И здесь мы с вами сами разберемся, можем мы это применять или нет. Давайте мы пойдем дальше. Итак, раз я заговорила о продуктовом подходе, что мы сегодня будем делать, чем я поделюсь сегодня? Что такое вообще продуктовый подход в образовании? Потому что даже вот сейчас, когда я говорю, например, образовательный продукт, мы привыкли больше говорить образовательная программа, не образовательный продукт. Почему я меняю слово программа на понятие продукт? Вот эта пересборка ценностей для какого-то образовательного решения, как раз об этом и хочу поговорить, как из программы получается продукт. То есть в чем изменения происходят? Почему наше отношение, ну, наше отношение меняется к этому образовательному решению? Я покажу свежий кейс, который, ну, вот прямо как свежеиспеченный пирожок, только-только мы его вот сейчас завершили, закончили эту практику. Кейс по школе внутреннего коммуникатора. Как раз там были представлены программы академического характера, ну, это онлайн-школа, то есть онлайн-школа, которая возникла на базе академического знания. И вот мне этот кейс захотелось как раз вам представить, то есть какие решения, какие пути мы выбирали в качестве, ну, в рамках продуктового подхода, чтобы найти то или иное образовательное решение. И почему мы его ищем именно так, почему для рынка мы взяли именно эти модели, почему нам нужно было это делать. И я поделюсь сегодня просто инструментом, где можно упаковать онлайн-продукты, где можно не просто упаковать, а где можно, ну, так скажем, создать себе архитектурное пространство, когда можно самому формировать онлайн-курсы, можно двигать, представлять как конструктор и смотреть на это глазами слушателя. Ну, то есть, когда я это делаю на бумажке, на салфетке, или когда это у меня в голове, или когда это в каком-то, в какой-то инструкции или гайде, это одно, а когда я вижу это прямо вложенным в онлайн-пространство, информационную среду, то восприятие становится другим. И я как раз хотела поделиться, как это выглядит, и как этим можно пользоваться. Вот такая наша сегодняшняя программа, и мы пойдем дальше. У меня вначале вопрос, и я буду очень рада, если на него буду получать ответы. Относитесь ли вы к своим программам как к продукту? Вообще, как вам на слух? Можно поставить плюсик, что нормально, то есть, вот образовательная программа, и ее можно называть продуктом. Это нормально. Или это можно поставить минус, например, если это режет слух, потому что мне тоже важно сейчас опросить аудиторию. Поэтому пока я иду дальше, вы можете свои реакции каким-то образом поставить. Итак, что такое продуктовый подход? Что такое продуктовый подход? Давайте мы сравним сейчас два подхода. Традиционный подход, к которому мы, в общем-то, все привыкли, и продуктовый подход, который набирает обороты, и который, на самом деле, очень популярен. В чем разница? Разница заключается... Прямо вот пойду сейчас по сравнению. Традиционный подход. Это требования заказчика. Мы все знаем, что у нас есть заказчик, например, государственный стандарт, и вот в рамках этого стандарта мы, например, разрабатываем те или иные программы. Чем отличается продуктовый подход от этого? Он ориентируется на запрос потребителя. И однажды уже, вот еще довольно далеко уже от сегодняшнего дня. Я такой же вопрос уже задавала, и как-то задала, не то что задала, мы вели дебаты, и когда я однажды спросила, что хотят ваши слушатели от вашей программы, и услышала, например, от моего оппонента такой ответ, что вы такой вопрос задаете, они просто должны пройти эту программу, и все. Вот это меня уже тогда резонуло, потому что, ну, когда вы входите в аудиторию, какие бы стандарты ни были, вы все равно встаете перед реальными совершенно людьми, у которых есть свои потребности, у которых есть свои боли, у которых есть свои желания, ожидания. И если вы с этой аудиторией находитесь вот в созвучии, в гармонии ВКонтакте, то процесс обучения становится приятным и для спикера, и для преподавателей, и для тех слушателей, которые есть. Поэтому одно другому не помеха. И в этом смысле просто продуктовый подход, он ориентирует как раз программы на запрос и на потребности слушателей. Дальше мы различаемся тем, что в традиционном подходе это линейная разработка. Ну, то есть есть начало, есть потом следующий этап, следующий этап, следующий этап, я потом это продемонстрирую. Вообще как бы в разработке курса существуют четко запрограммированные этапы. Но поскольку я разработчик онлайн-курсов, то для меня это вот обычная вещь. А то, что касается продуктового подхода, то это очень гибкий план разработки. Это своего рода такие итерации, когда разрабатывается один модуль, затем тестировается, проверяется на предмет спроса на аудиторию, например, или просто обратная связь идет от аудитории. Например, как я сегодня запрашиваю, да, поставьте мне плюсики, поставьте мне минусы, потому что мне очень важно видеть эту обратную связь. И в этом плане можно продолжать дальше разработку, уже корректируя практически продукт на ходу. Это действительно очень гибкий подход, в отличие от традиционного подхода. В традиционном подходе функциональ с нами известно сразу, у нас есть набор определенных компетенций или у нас есть набор определенных зон, которые мы обеспечиваем. То, что касается продуктового подхода, то функционал может изменяться. Мы, например, запланировали одну, одну, так скажем, карту компетенций, а видим по ходу разработки, по ходу спроса, что эта карта компетенций меняется. То есть у нее может меняться последовательность, могут меняться акценты и даже может меняться количество, объем, то есть она может содержательно меняться. Главное – выпустить продукт. То есть у нас есть строгие, четкие сроки в традиционном подходе. И в продуктовом подходе есть такое понятие, как MVP – это минимально жизнеспособный продукт. То есть продукт не разрабатывается целиком и сразу, а разрабатывается частями или действительно ее минимальной только частью, тестируется. И только после того, как тест этот продукт прошел, следовательно, тогда уже можно это масштабировать и запускать. То есть тогда мы будем понимать, что рынок ждет этот продукт. Вот таким образом, для того, чтобы свою образовательную программу приспособить к рынку, действительно нужно просто посмотреть на свою образовательную программу с точки зрения другого подхода и посмотреть, а ждет ли рынок образовательный такую образовательную программу. Она для него актуальна, она для него подходит. Поэтому действительно продуктовый подход или цель продуктового подхода заключается в том, чтобы точно попасть в запрос целевой аудитории. Когда нужен продуктовый подход и всем ли он нужен? Я сейчас за него ратую, например, да, но опять же сразу оговорилась, что, например, если у меня стоит цель, у моего образовательного центра стоит цель предложить свои продукты более широкой аудитории, то у меня есть такая необходимость. А в каком случае это не нужно, например, делать? Во всех ли случаях это нужно и полезно делать? Давайте мы посмотрим. Нужен, не нужен продуктовый подход? Как можно решить это для себя? Нужен, когда нет четких требований, когда вот у нас нет стандарта, да, аудитория хочет, и мы можем это сделать. Извините. Вот, и, то есть, когда нам нужны эксперименты, тогда мы идем в продуктовый подход. Вот, когда не нужен, когда он нам, очевидно, ну, у нас есть стандарты, у нас есть компетенции. Когда нам нужно, когда быстро нужно увидеть первые результаты? Ну, то есть, вот мы запустили минимальную версию, увидели результаты и потом воспользовались этими результатами. Когда у нас необычная инновационная среда, у нас какое-то новое решение, и мы можем себе проверить, позволить себе это сделать. И нам, в общем-то, хочется найти себе еще, расширить аудиторию и найти какие-то, ну, возможности для того, чтобы можно было масштабировать эту программу. Совсем не обязательно это делать, и, в общем-то, я даже думаю, что лучше прибегать к традиционному решению, когда у нас не планируются какие-то изменения. Нам это не нужно. У нас небольшое какое-то решение. Следовательно, нам совсем не нужно, ну, здесь вот прибегать к такому подходу. Ну, или маленькая и небольшая целевая аудитория. Почему мне очень нравится вообще продуктовый подход? Потому что он очень близок к моделям педагогического дизайна. Педагогический дизайн – это методологическая база для разработки качественного продукта, для разработки эффективного продукта. Это своего рода, ну, мощнейший инструмент для того, чтобы продукт стал гибким и соответствовал и вызовам времени, в том числе, например, вызовам действительно диджитал образования, да, потому что все равно это связано больше с инструментами, поэтому называется «педагогический дизайн», то есть когда мы педагогические методики сочетаем с инструментарием, и действительно, то есть с упаковкой, с доставкой, и многими какими-то вопросами, которые, ну, меняют, в том числе и содержание продукта самого. Следовательно, вот таким образом. Я как раз сравнила сейчас здесь у вас на экране, вы видите, что есть модель педагогического дизайна, как раз где четко видны этапы разработки, и здесь справа есть модель продуктового подхода. Они очень сильно пересекаются, потому что у них есть, ну, своего рода… Господи, простите, пожалуйста. И давайте мы сейчас просто пройдемся по этим моделям. Я пройду сейчас, ну, более конкретно. Итак, мы с вами вот… Это как раз модель традиционная, да? Вот сейчас мы заходим в разработку электронного продукта. В традиционной модели есть четкая линейная структура. Вначале нужно проанализировать, то есть в чем заключается анализ нашего продукта, что хочет наша целевая аудитория, в чем заключается основная проблема этой целевой аудитории, что мы важного и ценного можем ей предложить через наш продукт. И только после того, как нам понятны наши какие-то основы для разработки продукта и, самое главное, для предложения этого продукта, после этого только мы приступаем к проектированию продукта. Сюда уже подключаются различные методические инструменты. После того, как спроектирована программа, спроектированы уроки, но самое главное, спроектирована практика, спроектированы результаты нашего образовательного решения, мы приступаем к разработке. Ну, детально уже подбираем инструменты, детально подбираем, будут ли это вебинары у нас, или это, может быть, будут какие-то мастер-майды, или это будут какие-то практикумы, или это будет просто теория и практика в традиционном разделении этого. То есть на самом деле все решения хороши, это зависит всего лишь от цели. Вот это подбор инструментов к целям для того, чтобы получить результат. Собственно, здесь вот эта глубокая методическая проработка, она и проходит. Затем, как правило, проходит обучение, и после того, как проходит обучение, идет оценка, анализ, и после этого корректировка продукта. Вот так ведется разработка в традиционной схеме, и чем сейчас мы посмотрим, отличается собственно продуктовый подход от такой разработки. Мы здесь видим уже не линейную структуру, но четко обозначенные этапы разработки. Вот я сейчас хочу на примере просто показать, в чем, например, эти этапы разработки могут помочь для решения образовательного, и как мы это делали на примере кейса. Поэтому даже не буду их сейчас здесь перечислять, у нас будет чек-лист, и я по нему просто пройдусь. Итак, кейс. Кейс – школа внутреннего коммуникатора, о которой я сказала в самом начале. В общем-то, это программа менеджмент внутренних коммуникаций, корпоративная культура, диджитал-коммуникации, ну то есть вот эти пиар, пиар-сфера, айчар-сфера, вот все, что входит в менеджмент персонала, как раз в коммуникативные функции и взаимодействия персонала. Вот здесь школа построена на этой теме. В общем-то, тема очень непростая, и нам, команде разработчиков, продуктовой команде, была как раз предложена задача, когда нужно было оценить существующие продукты, мы называем продукты, потому что у школы много курсов, у школы много мастер-классов, практикумов, различных других продуктов, и нужно было использовать эти продукты, сделать из них предложение рынку, более выгодное, например, чем это находится сейчас. Действительно, для этого работает уже продуктолог или продуктовая команда, и на самом деле действительно можно из того, что уже есть, у образовательного учреждения, у образовательного центра, пересмотреть, трансформировать и действительно выложить это, давайте так назовем, на полку, потому что в одном виде это выглядит непривлекательно, в другом это виде может выглядеть очень привлекательно. Не за счет маркетинга, а за счет глубокой методологической проработки. Вот как раз мне и хотелось показать сейчас совершенно конкретную, ну, конкретный кейс, как мы, например, это делали, именно используя продуктовый подход. Наша задача была как раз оценить эти продукты и услуги и предложить какие-то варианты трансформации. Как мы это делали, мы сейчас с вами и разберем. Итак, у нас слева есть чек-лист, по которому мы шли, точно так же, как вот есть продуктовый подход, и мы по нему шли. И что мы при этом делали? Я буду кратко. Понятно, что я не буду разглашать конфиденциальную информацию, поэтому здесь некоторые примеры и, может быть, ну, очень условные, да, но тем не менее мне хотелось как раз провести вас по этому пути. Итак, в чем заключается исследование или это тот же самый глубокий анализ, который обычно принят в традиционной разработке? Прежде всего мы, конечно, исследовали, а в какой рынок сейчас в этой области находится, то есть состояние рынка в этой теме. Поэтому, конечно, нам, ну, здесь вот это называется, это конкурентный анализ. Ну, мне не очень нравится на самом деле, потому что я не отношусь к конкурентам как к конкурентам, мне вообще просто нравится представлять некое поле, на котором мы играем. И для того, чтобы мы вышли в эту игру, пусть это будет игра, да, нам нужно понимать, каково это поле, да, то есть оно большое, маленькое, кто на нем основные игроки и так далее. Поэтому для того, чтобы понимать, где мы находимся. Вот здесь как раз мы и взяли действительно большую, ну, большую на себя задачу просмотреть, например, кто еще занимается этой темой. Поэтому просмотрели школы с сообществом специалистов, потому что наш заказчик был, ну, имел сообщество, у него было желание иметь такие сообщества, комьюнити. Это школы с личным брендом, потому что школа наша построена абсолютно на личном бренде. Это тоже отдельный вопрос. То есть существуют какие-то входные данные, которые мы вначале фиксируем и анализируем. Дальше мы брали школы со схожим объемом продаж и со схожими курсами. То есть мы поняли, на каком поле мы играем и пошли к следующему этапу. Нам нужно было выявить потребности целевой аудитории, то есть кто эти люди, для кого это можно было предложить. Неоднозначно складывались наши мнения, но в конечном итоге, вот здесь сейчас три, но мы выделили четыре группы. И на самом деле, вы знаете, вот мне очень нравится вот этот этап разработки, потому что иногда получается так, что мы думаем, что вот это интересно только студентам, или мы думаем, что это вот интересно, например, нашим ученикам и их родителям, но на самом деле интересантов бывает гораздо больше, для которых этот продукт тоже можно сделать привлекательным, для того, чтобы расширить, например, эту аудиторию, или углубить интерес у той аудитории, которая уже есть, то есть добавить продукту ценности. Следовательно, действительно нужно вначале посмотреть, а кто заинтересован в этом, и что мы можем им предложить. Когда мы, например, разобрали, я точно так же, очень кратко пройдусь, мы увидели, что это могут быть руководители, например, компаний, потому что сейчас уже школа вышла именно на эти, ну, на эту целевую аудиторию, то есть она предложила свои разработки не только образовательным учреждениям, где раньше эти разработки были сделаны, а так, чтобы эти исследования уже можно было предложить рынку. И в данном случае это руководители, которые хотят системных изменений, именно во внутренних коммуникациях, у них есть совершенно конкретная задача вывести свою компанию в устойчивое состояние, и для этого нужен персонал, и для этого нужны внутренние коммуникации. Поэтому мы просто фиксируем эту задачу и идем дальше. Дальше мы выделили специалистов, у которых есть желание карьерных изменений различного уровня, начиная от получения новой профессии, это, кстати, выпускники вузов могут быть, это могут быть люди, которые ищут новую работу, или которые хотят сменить сферу деятельности, или найти близкую сферу деятельности, найти по интересу. Ну, то есть в любом случае это может быть как получение новой профессии, точно так же это может быть различная ротация кадров, или, например, совмещение, может быть, каких-то функций, или может быть желание повышения и движения по карьерной лестнице. Эти карьерные изменения, которые ведут в том числе и к изменениям, например, заработной плате, являются одной из выгод или одной из ценностей, для которой, например, мы делаем такое образовательное решение. И я уже сказала, что для нас это были и новички, и нашли мы все-таки, вот здесь это не вошло, еще одна аудитория, это просто интересанты, которые, ну, на уровне партнеров, да, просто эта тема может добавить ценности в какую-то тему, например, обучение персонала, или, например, пиар-рекламы, ну, то есть это можно соединять с любыми другими темами, и такое решение тоже мы предложили. Итак, генерация идей. Генерация идей, как правило, идет по схеме. Мы прорисовываем профиль потребителя, но того, кто, в принципе, той целевой аудитории, для которой мы работаем, и прорисовываем карту ценностей. Поэтому основой продуктового подхода является вот эта ценностная карта. Или такое есть выражение «добавить ценности». Да, это действительно рыночное выражение, когда, в общем-то, никому неизвестная образовательная программа становится для кого-то очень ценной. Но эту ценность, она и так ценная, но об этом никто иногда не знает, кроме самого автора. Но так, чтобы вскрыть это, так, чтобы можно было это предъявить, действительно, через какие-то инструменты. Вот этим как раз, ну, на этом этапе занимается продуктовая команда. Что мы обычно делаем? Мы задаем, ну, вот здесь это хорошо видно, справа мы видим профиль потребителя, какую проблему пытается решить слушатель это в задачах. Например, он пытается найти, например, новый вид деятельности, который, ну, может быть, близок к его интересу или близок к его уже полученной профессии, ну, чтобы не менять что-то кардинальное. То есть у него есть какая-то задача. Да? Каковы его ожидания? Если он хочет, например, новую профессию, возможно, ему нужно какое-то подтверждение этой профессии. Ему, возможно, нужен какой-то, ну, документ о том, чтобы, например, он мог заявиться о себе как о профессионале. Поэтому здесь мы должны подумать, например, вот для себя я просто проговариваю, да, здесь мы должны подумать. Есть ли у нас свидетельства, например, о получении новой профессии? Или можем ли мы выдать документ о повышении квалификации? Ведь, в общем-то, заметьте, что для нас это добавляет определенной ценности, да. Можно просто прослушать вебинары, можно получить удостоверение о том или свидетельство о том, что вы прошли повышение квалификации и отчитаться этим, ну, этим документом. Поэтому эти все моменты, они как раз продумываются вот на этом этапе для того, чтобы увидеть эти ценности. Ну, и мы просматриваем какие-то трудности и риски. В какое время лучше провести, например, вебинар? В 12 часов или в час? Или вечером, да? Вечером неудобно, потому что люди заняты, они идут с работы. Значит, мы проводим это днё. Ну, то есть, почему придут, времени не хватает, какое время удобно, в какой среде люди находятся. То есть вот эти риски, они здесь прощупываются. И поэтому уже потом на основании составляется карта ценностей. И прямо конкретно, под каждую, ну, под каждый профиль, на каждом этапе введения слушателя мы эту ценность добавляем. За счёт чего мы это делаем и просматриваем какие-то инструменты, с которыми мы будем работать, и уже тогда выходим с определённым ценностным предложением. Давайте мы посмотрим, как мы разрабатывали вот эту гипотезу. То есть, что у нас было. Здесь сверху, как раз справа, вверху, например, здесь идёт просто, формулировка. То есть, какие вопросы нужно себе задавать. Как это можно делать? Своего рода это уже инструментарий, которым я делюсь, потому что, ну, в принципе, эти вопросы задаёт продуктовая команда, когда пытается образовательные программы или прямо корзину образовательных программ, линейку образовательных программ вывести на рынок. Итак, гипотезы обычно в формате, если мы сделаем так, то получим вот это. То есть, сама гипотеза формулируется именно так. Как мы поймём, что она работает? Нам важно, ну, понимать результат. То есть, по каким результатам мы поймём, что это работает? Критерии какие? Вот здесь идёт выработка критериев, которые очень важны. Что нужно для этого изучить и какие вопросы задать? То есть, как мы найдём эту информацию? Например, у нас, нам была представлена пул продуктов. например, наши продукты входило конкретно в этом проекте. Синхронные курсы в основном это, ну, основной курс, систематизирующий курс. Мы его называем флагманом, на котором, ну, практически строится вся остальная, ну, вся идея, да, вот идея внутренней коммуникации, там, менеджмент внутренней коммуникации. это основной продукт, который, ну, систематизирует вокруг себя, собирает вокруг себя различные другие продукты, как ядро, вот, притягивает к себе нужную информацию, нужный, нужный контент. Вот здесь, как раз, в синхронных курсах и здесь процент востребованности мы тоже просчитали, мы посмотрели, а что спрашивается, а что нет. Помимо синхронных курсов, то есть в прямом режиме, как мы сейчас с вами находимся, существуют асинхронные курсы или видеокурсы, которые можно просмотреть в любое удобное время. Такие курсы тоже существуют, но у них есть другое назначение. Затем очень много такой полезных материалов и информации, шаблоны, которые очень важны на самом деле, потому что, когда вам нужно составить, например, программу или годовой план коммуникации у себя, там, ну, где-то в компании, то для этого нужна масса каких-то, ну, подсказок, чек-листов, документов, шаблонов, ну, в каком виде это все делать, как это считать, откуда это брать. Ну, то есть вот эти полезные материалы, они тоже здесь существуют. У автора очень много книг и большой, большой прямо набор мастер-классов по вот всем темам, которые она ведет. И ведутся еще ученые тренинги. Вот когда мы посмотрели на весь этот продуктовый состав, тогда можно было уже вывести гипотезу или, то есть, откуда мы начнем. И мы взяли три решения или три гипотезы, три большие гипотезы, причем, видите, как раз продуктовый подход это проверка гипотез. То есть, работает, не работает, можно отказаться сразу. Можно просто взять и сразу делать и, например, выложиться и прогореть, а можно просто проверить гипотезу и, ну, малой кровью просто двигаться дальше. Вот в этом, собственно, заключается суть подхода. Итак, наши гипотезы были построены на том, что флагман остается ядром этой линейки и это привлечение новой аудитории, да, то есть, нужно найти, расширить эту аудиторию. То есть, собственно, задача стояла расширение аудитории. То есть, мы себе поставили задачу. Затем вторая – это специализации. Как раз видеокурсы легко и удобно просматривать как раз узкие специальные темы, которые отпочковываются от флагмана, от основного курса. То есть, там видна вся система, а затем можно уходить в детали. И еще одна из гипотез была – это создание очень большое количество материала, книг, шаблонов, гайдов. Следовательно, из этого составить подписку, и она будет работать уже на постоянной основе, а не просто россыпь полезных материалов, и на подписке создания клуба и создания программы наставничества. Опять же, вот это просто некоторые идеи, которые сразу приходят из того, что мы имеем. Идем дальше. MVP. То есть, у нас есть гипотезы, и сейчас нужно составить на основании этих гипотез, предложить какое-то, ну, какое-то решение, образовательное решение, которое мы можем, ну, достаточно легко проверить. Поэтому вот здесь как раз мы нарисовали определенную модель, составили эту модель, то есть, у нас был просто, ну, отдельно взятые продукты, и стало, ну, мы сделали модель, а стала модель, были продукты, а стала модель. В модель как раз, вот здесь модель строилась на инструментах педагогического дизайна, то есть, мы вложили, ну, то есть, не маркетинг, как основной инструмент продвижения, а в данном случае это действительно некая модель, которая могла бы соединить эти продукты, сделать, ну, более, ну, единый фундамент для этих продуктов. Вот такой моделью как раз послужил продуктовый подход и модель педагогического дизайна, 4KID, это, ну, такая модель из четырех компонентов, четыре компонента и педагогический дизайн. Компоненты как раз заключаются в том, что вначале мы видим задачи, реальные задачи, затем мы подтягиваем туда вспомогательный материал или то, что называется теорией, затем мы подтягиваем туда оперативный материал или то, что нужно для решения этой задачи и уже идет частичная практика. Вот эти четыре компонента, они легли как раз в основу, в фундамент для создания всех продуктов. Например, мы составили скиллсет, то есть дорожную карту задач, когда четко понимаешь, что должен делать сотрудник для того, чтобы составить, например, программу, годовую программу внутренних коммуникаций. Не сотрудник, а департамент, сотрудники или, например, команда. Ну, то есть это зависит от состояния самой компании и от того, какую позицию она занимает на рынке. Но в любом случае пул задач, он не меняется. Или точно так же мы с вами вначале рассматриваем, например, а какие компетенции мы будем формировать для того, чтобы подтягивать туда нужную теорию или для того, чтобы подтягивать нужный материал. Вот как раз на этих задачах можно построить и флагман, то есть его просто переработать, трансформировать, туда подтянуть видеокурсы как специализацию, сделать из материалов подписку, но точно так же она идет на основе скиллсета и точно так же можно делать совершенно уникальные и удивительные продуктовые корзины, например, когда есть точечная, конкретная проблема у специалиста, а мы из нашего набора, из нашего набора продуктов выбираем только те, которые нужны для решения этой конкретной точечной проблемы. Вот таким образом у нас получилось, что мы взяли все то же самое, но подведя одну, так скажем, мощную методологическую базу под все продукты, увидели эти продукты все в системе. Следовательно, системой управлять уже гораздо больше, гораздо проще и систему продвигать гораздо эффективнее. Более того, неожиданно для себя мы обнаружили, что если эта система создана, то к ней очень хорошо ложится потом командный тренинг или может быть корпоративный тренинг и программа наставничества, потому что для любой организации очень просто потом на основе ее проблем собрать нужные, ну подобрать нужные продукты и закрыть только те пробелы, которые есть в этой организации, то есть не предлагая всю программу целиком. для этого очень важно иметь определенные комьюнити, комьюнити клубы выпускников, клубы руководителей, в данном случае мы тоже продумали, откуда это будет браться. Вот в целом просто идея была как раз такая для создания минимальной жизнеспособной продуктовой линейки, которую можно было легко проверить. И дальше мы просто нарисовали карту реализации, по каким этапам мы пойдем. Проектирование, модернизация и упаковка. Вот таким образом мы взяли продуктовый подход и проработали с помощью продуктового подхода идею онлайн-школы, для которой нужна продуктовая трансформация. То есть мы взяли продуктовый подход просто как инструмент, как модель. что самое главное в этом подходе мы использовали? И что вообще? Чем он замечательный? Почему мы его берем? Прежде всего продуктовый подход ищет ценности. Я много раз сегодня сказала об этом, что вот у нас есть определенные ценности и нужно просто из образовательной программы эту ценность как скульптор. Вот есть просто какая-то глыба, а он отсекает что-то и мы видим невероятные красоты произведений искусства. Точно так же и здесь. То есть эти ценности они уже заложены и есть и мы их знаем, но нужно их сделать видимыми. Вот здесь как раз фокус смещается с контента на ценность и которую уже этот продукт или этот контент как раз несет. Вот когда мы продумывали вот эту карту, вот я сейчас прямо взяла рабочий документ, с которым мы просто работаем. Он меняться может еще как-то друг другу мы его отправляем или то есть это рабочий документ, это не какая-то схема, которую мы уже предлагаем. И для каждого решения мы начинаем прощупывать а чем он может быть ценен. Ну для примера давайте возьмем почему продуктовая корзина я уже сказала это быстрый поиск какого-то нужного решения. Мне нужно здесь и сейчас это решение найти. Я не могу копаться во всей библиотеке. Или например мы берем подписку, потому что это новые продукты и новые решения, которые мне приходят постоянно. Если моя задача поддерживать функционал на своем участке рабочем, то мне это очень важно получать вовремя и своевременно нужную мне информацию. Или если мы говорим о том же флагмане, о котором уже тоже я заикнулась, то ценность его как раз получения новой профессии, в том числе новой, может быть и не профессии, но нового статуса, нового повышения или нового совмещения. То есть в любом случае это может быть зафиксировано как свидетельством о получении профессии или удостоверением о получении квалификации. Таким образом можно пройтись, то есть на каждом участке, на каждом этапе создается вот такая ценность. Более того, я скажу еще и то, что для такой продуктовой модели составляется потом карта, карта клиента или карта слушателя, где еще раз на каждом этапе, как идет слушатель прямо к своему результату, еще раз продумывается, что здесь предложить ему, чтобы это было легко и интересно. Вот такая клиента ориентированность, она как раз и добавляет такой ценности. Поэтому давайте подведем небольшой итог, в чем заключается ценность продуктового подхода для всех сторон, для стейкхолдеров. Прежде всего, что это дает слушателю? Почему слушатели людят продукты с таким подходом? Потому что он, во-первых, отвечает их запросам. Нам всем хочется, чтобы у меня есть какой-то запрос, я хочу научиться делать классные продукты. Для этого есть инструменты, например, педагогического дизайна, и я могу их предложить. Поэтому почему бы мне их не предложить, если хочется, есть такой запрос. Это интересные учебные материалы, потому что в любом случае здесь применяются разные модели, то есть не одна типовая модель, не одна традиционная модель, а различные модели уроков, смешения форматов. Когда это идёт поиск исследований, это всегда что-то интересное. Не всегда бывает востребовано, но интересно бывает всегда. Почему я вспомнила востребованный нет? Как раз со своими студентами я практически три года вела игры. И однажды игры по корпоративной культуре тоже. И однажды проведя уже часть занятий в какой-то год, однажды проведя часть занятий ко мне подходят студенты молодой человек и девушка говорит, Ирина Николаевна, игры, конечно, очень интересно, у нас традиционные лекции будут или нет? И вот я тогда запомнила, и я тогда поняла, что не все любят, не все хотят играть, и кому-то традиционные модели гораздо ближе и удобнее, и, может быть, практичнее в этом случае, нежели какие-то инновации, которые мы вводим. Поэтому здесь к инновациям после этого времени стало относиться достаточно осторожно и тоже понимать, где это нужно делать, а где это не нужно делать. Конечно, это актуальное обучение, которое сразу может поменять поведение слушателя, когда он не догоняет потом программу, то есть он получил какой-то фундамент, сидел свой положенный стандартный срок на школьной скамье, а потом начинает что-то получать уже в реальной практике. Здесь все-таки программа актуализируется под практику и человек сразу выходит может быть на какие-то практические уже результаты. Но и это, конечно, экономия средств прежде всего, потому что это очень бережное отношение к тому, чтобы идти небольшими мелкими шагами к этому поиску, потому что поиск это всегда достаточно затратный и по времени и по ресурсам. Для самого исполнителя хотите для автора, для эксперта, для преподавателя. То есть опять же это создание какой-то актуальной и интересной программы, потому что можно делать программу традиционную, нужно открыть любую учебную литературу, просмотреть содержание и сделать такую программу. Но она будет никому не интересна, потому что в этом случае легче открыть учебник. Поэтому а в каком случае будет это сделать интереснее? Что лучше? какой пробел уже закрыт? А что нужно закрыть? И как это будет практично? Как это принесет пользу слушателю и бизнесу? Контроль разработки учебного процесса. То есть мы понимаем по критериям на каком этапе что мы делаем. Затем быстрое внедрение изменений. Можно менять хотя я думаю что те кто профессионально занимается разработкой например преподавателем каждый семестр разрабатывает иногда несколько новых программ то мы все понимаем что первая программа она всегда где-то тестовая потому что как бы вы ни старались все равно вы что-то меняете потом каждый раз поэтому здесь эти изменения они заложены сразу и не нужно бояться то что будут какие-то изменения и конечно вот это право на ошибку оно снимает стресс потому что ну просто эта гипотеза она не сработала и мы предлагаем другую гипотезу поэтому вместо того чтобы там расстроиться мы просто говорим гипотеза не подтвердилась ну вот у нас есть такая своя шутка разработчиков ну и для заказчика это конечно поиск оптимального решения по финансам и по времени потому что разработки бывают довольно дорогие быстрый можно быстро запустить и посмотреть на обратную связь даются совершенно четкие видите на каждом этапе вот как итерация частички на каждом этапе есть свои критерии поэтому мы на каждом этапе проверяем работает не работает как работает эффективно неэффективно нужно изменять не нужно изменять то есть вот эти критерии они помогают в конечном итоге всё равно прийти к результату. Ну и, конечно, это востребованность продукта, это основной показатель для рынка. Как вы считаете, возможно ли такое решение для образовательных организаций? Вот всегда вызывает спор, потому что, ну я знаю уже по общению с коллегами, что и мне задают такие вопросы, да, насколько это возможно применить не только для бизнеса, например, а для образовательного рынка. Но если я уже сказала, что какой бы он ни был, но он всё равно рынок, тогда он точно применим. Хорошо. Ну и здесь, если у вас вопросы, дорогие слушатели, потому что я не вижу пока реакции. Так, есть реакция. Может, я сама с собой разговариваю. Да, здесь я привыкла в Zoom общаться, да, и мне видна аудитория вообще. Вот это, видите, насколько важна обратная связь, когда вы работаете в продуктовом подходе. Обратная связь на самом деле очень важна, да. И поэтому мне всегда немножко её не хватает. Хорошо. Давайте мы перейдём тогда к следующему нашему разделу. И я хочу с вами как раз поделиться, ну, экраном. Сейчас поделюсь экраном и просто покажу вам площадку, на которой я конструирую. Ну, то есть поле для конструирования вот любой программы на самом деле. И это может быть каким-то индивидуальным для вас решением, а может быть и, в общем-то, решением даже для образовательной организации. Я имею в виду безоплатное решение. Ну, то есть это бесплатное решение, где можно упаковывать продукты, где можно тестировать продукты и, в общем-то, где можно предлагать продукты. Я понимаю, что пока, например, ну, организация не вышла на какой-то определённый уровень рынка, если можно так сказать, да, то в любом случае лучше пользоваться, ну, какими-то бюджетными решениями, которые на самом деле дают иногда, ну, очень хороший результат. Поэтому одним из таких решений я хочу с вами сегодня поделиться и вам его продемонстрировать. Давайте я сейчас продемонстрирую экран. Вот есть такая программа, называется Google Class или Classroom, как раз для упаковки онлайн-продуктов. Ну, то есть, в общем-то, это очень простое решение, с которым я работаю уже, наверное, лет пять. У меня были специальные курсы в своё время про то, как делать онлайн-продукты именно вот с этим решением. В моей копилке сейчас уже гораздо больше решений, потому что рынок нам всё время предлагается, я имею в виду IT-рынок или рынок технологический, да, и рынок технических программных решений. Он нам предлагает сейчас очень много каких-то совершенно интересных и уникальных вот таких решений, когда можно онлайн упаковывать, ну, в какой-то формат. Очень много возникает сейчас площадок, очень много возникает каких-то сервисов там для создания тестов, для решения каких-то креативных задач. И на самом деле глаза разбегаются, но если вы привыкаете к какому-то решению или если вы понимаете, как это можно использовать, то, в общем-то, ну, например, мне привычка свыше дана, я, несмотря на то, что знаю достаточно много, я в любом случае прибегаю, когда мне нужна упаковка, когда я хочу посмотреть глазами клиента на продукт, я все равно прибегаю к этому решению. Это действительно Classroom, это приложение Google, если у вас есть аккаунт Google, вот здесь вот рядом с аватаркой, верхний правый угол, да, есть такая иконка с приложениями. Поскольку это приложение, если у вас есть аккаунт Google, вы просто заходите сюда и бесплатно можете нажать на «Класс», и вам выйдет вот это приложение, которое вы сейчас видите на экране. Я нажимать не буду, я просто показала, что это уже есть у вас, и это не нужно специально устанавливать или что-то с этим делать. Поэтому такое специальное приложение вы можете открыть и с ним работать. Почему я работаю сейчас с ним? Потому что его как раз можно приспособить уже для создания продукта. У него есть вверху вкладочки «Лента задания пользователей и оценки». Лента служит чатом, если чат не нужен, потому что все чаты сейчас в основном в социальные сети перенесены, и это как раз, этот раздел служит, ну, великолепно служит, ну, так называемой посадочной страницей, или лендингом, или продающей страницей, где вы четко можете описать уже с самого начала, для чего, зачем, откуда, ну, то есть уже предложить какие-то, ну, уже раскрыть какие-то ценностные аспекты вашего предложения. Поэтому здесь сразу же, вот прямо прибегая к этому продукту, вы можете вместить ту нужную вам информацию, которую вы бы хотели как раз предложить. Во вкладочке «Задания», я в нее сейчас вхожу, можно размещать всю программу. Вся программа видна слева, вот здесь вот, да, и если, например, здесь я пройдусь сейчас ниже, она как раз повторяется, но уже в реальном, то есть сюда уже вложены материалы. Поэтому сразу можно посмотреть, например, как я буду упаковывать. Вот, например, вот я провела когда-то мастер-класс. Мастер-класс как раз назывался, сейчас посмотрим, «Площадка для упаковки онлайн-продуктов». Вот мастер-класс, да. Он там длился, может быть, полтора часа, но я взяла, сделала красивую нарезку к нему. Ну, то есть, видите, я просто разделила на части, небольшие части, каждый вопрос, и выложила этот каждый вопрос уже в конкретный продукт. Следовательно, я могу уже вот, ну, этот продукт предложить, вот мастер-класс просто ссылку можно бросить, где-то разместить. Но когда вы это разложили по частям, у меня есть части, практика, то есть здесь уже есть описание, определённые вложения, да, там можно пройти прямо практику здесь. Здесь можно давать, кстати, обратную связь, если она здесь нужна. Затем я сразу предложила здесь решение, то есть ещё, что можно помимо того, что вы прошли мастер-класс, какое ещё решение я могу вам предложить. То есть сюда можно внести и такой элемент. Здесь есть кейсы с примерами, как уже выполняли, например, как уже использовали эту площадку, например, другие люди, в том числе для своих бизнес-решений и образовательных решений. То есть что они делали с этой площадкой, как они используют это в реальной жизни. Ну, люди просто живут, они зарабатывают деньги, просто используя, например, эти же бесплатные решения, например, работая репетиторами или ещё как-то. И я имею в виду свободное преподавание. Да, ну и здесь, например, я сразу внесла контакт. То есть у меня получился действительно уже упакованный образовательный продукт. Сюда можно сразу приглашать пользователей. То есть мне не нужно где-то что-то делать специально, они попадут прямо. Ну, это вот такой мини-курс получился, да, хорошо и красиво упакованный, который можно уже предлагать как продукт. Поэтому, в общем-то, я могу это сделать прямо на ваших глазах, и вы тоже сюда можете войти. Вот, возьму сейчас ссылочку, скопирую её и вернусь к вам. Так, я вернулась. И давайте я в чат просто брошу сейчас эту ссылочку. Вот так вот. Вы можете по этой ссылочке, не вижу, попала эта ссылка вам или нет. Так, сейчас мы посмотрим. Так, ещё раз пробую. Вот так вот. Я сейчас отправила вам ссылку. Посигнайте мне, пожалуйста, вот огонёчком, если вы получили её, потому что я посигнали её. Хорошо, спасибо. Да, потому что я не совсем понимаю, да, получили вы или нет. И вы можете войти, просто вот сейчас на неё нажать и просто присоединиться. И я даже сейчас могу взглянуть. Давайте вместе с вами взглянем. Да, ещё раз сейчас. Сразу посмотрим, например, а кто присоединился, мне будет сразу понятно. Давайте я обновлю эту страничку. Видите, можно, в принципе, сразу работать. Видите, как это быстро можно на самом деле делать. Ой, посмотрите, вот уже всё, видите, вы присоединились. Вот таким образом вы сразу получаете себе пользователей. Ну, то есть, видите, вот как из программы можно сделать продукт. Вот сейчас это было просто продемонстрировано наглядно. Хорошо, я выхожу к вам. Вот, оказывается, у меня не тот чат был открыт, поэтому я не видела ваши вопросы. Я их посмотрю и отвечу. У нас будут такие вопросы. Да, спасибо. И сейчас мы вот здесь, да. Спасибо. Мы с вами продолжаем. Ну, потому что мы, собственно, продолжаем для того, чтобы закончить, какие у нас выводы получаются. Мне очень хотелось вам показать совсем другой немножко аспект, что ли. Вот я понимаю, что я сдвигаю, наверное, вас от каких-то учебных задач в задачу предложения того, что вы знаете, умеете. Вы знаете, вот я на рынке экспертного бизнеса уже довольно плотно третий год. Я вижу, например, людей, которые выходят с образовательными программами, когда они не преподают, они никогда, в общем-то, не вели такой деятельности. Но у них накопился опыт, у них много знаний, и они этот опыт предлагают. И я вижу, в общем-то, что это не всегда высокий уровень предоставления знаний, это не всегда высокий уровень оформления вот этого контента. И я понимаю, что люди, которые связаны с образованием, например, вплотную, профессионально, могут это делать гораздо качественнее. И мне всегда немножко обидно, почему люди, которые не имеют такого бэкграунда, выходят на рынок, в том числе на образовательный. А мы, образованцы, почему-то стесняемся, почему-то боимся. Хотя именно качество, я думаю, что может обеспечить именно наш образовательный контингент. Я отношу себя к преподавателю. Так вот, в выводах, что могу сейчас сказать? Если подходить к программе действительно как к продукту, это позволит. Но прежде всего это позволит сформулировать ценности, о чём я сразу сегодня и сказала. Это позволит понимать бизнес-метрики. А что хочет рынок? Это тоже важно понимать. Откуда берётся востребованность? Откуда берётся лояльность аудитории? А как это можно программировать? Затем можно проводить исследования и тестировать гипотезы. Это тоже очень хорошо, потому что не нужно бросаться сразу на амбразуру, а можно это делать как-то экологично. Очень важно думать о каналах, по которым люди получают эту информацию. Вот как сегодня, например, я воспользовалась каналом, который мне предоставил мой партнёр Директ Академия, и для того, чтобы сразу продемонстрировать продукт. То есть, ну, на самом деле это сделано специально. То есть, ну, как специально? Просто я использую те возможности, по которым люди могут получать информацию, потому что это входит в предмет моих исследований. А как это сделать? Как это донести? Следовательно, вот много вопросов, помимо самого конструированной программы, здесь тоже входит. Это ввести можно учёт метрик, проводить как раз вот такой итерационный дизайн, ну, такими кусочками, о чём я уже сказала. Это следить за реакцией слушателей. Я очень люблю в аудитории смотреть, как меняются глаза, прежде всего. Я вижу глаза слушателей. Я очень люблю... Вхожу утром, например, в аудиторию студенческую, я хорошо это помню. Восемь часов утра. Вот не знаю, кто как пришёл, чем они там занимались, но они там спят, лежат, ещё что-то делают. И я понимаю, что вот с этой аудиторией через полтора часа мы уже будем совсем в другом, что ли, каком-то поле находиться. И на самом деле меня очень вдохновляет вот эта задача. И вот эти изменения, которые происходят с аудиторией, ну, лично я, я просто вот, ну, не знаю, ну, меня это, наверное, удерживает просто в этой профессии и очень сильно вдохновляет. Потому что я вижу, какие изменения происходят с людьми, с человеком, которому ты передаёшь эти знания, которому ты практически изменяешь жизнь, изменяешь видение. Ну, и понятно, что вносить эти изменения. Вот такие выводы мы сегодня сделали, к таким выводам и пришли. Ну, и как уже, в общем-то, сегодня нам обещала Татьяна, что я обязательно представлю немножко курс, который 13 июня уже начнёт свой старт. Это курс «Педагогический дизайн». Ну, в общем-то, здесь можно пройти по ссылке и внимательно почитать. Я отвечу сейчас на вопросы, которые у вас есть, и которые заданы. Что просто будет в программе. Педагогический дизайн, ну, прежде всего, я уже сказала, это мощнейший методологический инструмент для создания эффективных программ. Он пользуется методиками, он пользуется моделями различными, именно методическими моделями проработки и вбирает в себя, ну, прям аспекты. То есть, если мы находимся на этапе анализа, то это будут инструменты анализа. И если они срабатывают, то к моменту проектирования у вас есть чёткое представление о том, что хотят слушатели. То есть, у вас есть представление о том, какую ценность вы можете предложить в этой программе. Следовательно, вот, разрабатывая этот курс, мне хотелось, ну, прежде всего, вот эти основы и азы донести, но сделать это практикоориентированно. Поэтому я взяла действительно такой формат мастерской, когда можно прийти со своим проектом и с этим проектом, с позиции педагогического дизайна, поработать над вашими образовательными программами, как с продуктами. То есть, из них превратить продукт. Из программы сделать продукт. Поэтому часть информации, то, что касается теории, я сразу вынесла в бонусы, например, там действительно предлагается целый порядок бонусов, где можно просто посмотреть, почитать нужную информацию, которая, ну, необходима для понимания того, что мы делаем, и больше уделила внимания практике, и больше уделила вниманию как раз работе над проектами, чтобы к концу программы действительно можно было что-то, вот как, например, сегодня я открыла и предложила вам сразу продукт, чтобы вы могли тоже открыть и предложить сразу продукт. Вы можете с ним выйти самостоятельно и просто протестировать свою версию на рынке. А вообще это кому-то нужно или нет? А вообще это кому-то интересно или нет? А что интересно? Что нужно сделать? Поэтому это можно предложить для образовательной организации. Это, в общем-то, конечно, уже следующий уровень анализа, потому что можно анализировать не только тему одного какого-то продукта или программы, можно составлять целую продуктовую линейку и уже анализировать линейку. И, в общем-то, на курсе я тоже рассказываю, ну, что продукт, на самом деле, один никогда не рассматривается, он всегда находится в каком-то поле. Или, как я говорила, да, что вот мы берём поле, да, и выходим, вначале смотрим, на каком поле мы играем, что там есть и что мы можем предложить. И вот это видение, когда вы видите всё поле и всех игроков, тогда вы и к своему продукту, у вас будет несколько иное отношение. И, конечно, мы зайдём прямо внутрь проектирования, потому что, ну, это основная часть. Здесь я понимаю, что не всем нужно выходить на рынок, и не все хотят, но качественные продукты хотят все. И надо сказать, что именно такая преподавательская аудитория, она очень откликается на это, потому что, ну, это основной вид деятельности, и хочется его делать для себя хорошо, прежде всего, чтобы получать удовольствие и удовлетворение от этого. Поэтому, на самом деле, я свой выход начала, свой выход на более широкую аудиторию я начала с курса «Педагогический дизайн». То есть однажды я просто, вот, я всегда увлекалась какими-то интересными методиками, я всегда очень много пробовала. У меня была большая аудитория, и у меня было с кем это делать и пробовать, поэтому я всегда, ну, много уделяла этому внимания. И как только у меня появилась возможность с действительно овладительным инструментом, я, не задумываясь, это сделала. Поэтому это можно использовать для практически любой сферы, потому что у вас получается… Ну, главное понимать, для чего. Да, потому что вы берёте, ну, осваиваете методологическую базу для проектирования обучающего решения. Поэтому существуют разные модели, разные подходы, разные инструменты, и умение играть этими подходами, методиками, инструментами, соединять их, конструировать из них что-то, что приносит вам радости, радость вашим слушателям. Вот, собственно, на это направлен курс. Мы получаем артефакт, ну, готовую какую-то… Артефакт, искусственно созданный предмет руками человека, да? Поэтому вы получаете образовательный продукт вами, созданный вашими руками. И какое-то интересное решение. Ну, и, конечно, навык проектирования, потому что практически каждое наше занятие, какая бы тема в нём ни была, она будет построена на том, что моя, по всякому случаю, задача, чтобы наработать определённый навык. Вот такая программа, она предложена. Просто поподробнее можно почитать, будет на лендинге. Здесь дальше в презентации есть мои контакты. Вы можете, если у вас появляются вопросы, можете связаться со мной. Лично презентация вам отправлена, а я сейчас отвечу на вопросы. Давайте мы посмотрим, какие здесь есть вопросы. Возможно, я не всё это вижу, но попробую сейчас разобраться. Если есть у вас сейчас тоже вопросы, вы можете написать. Вот сейчас у нас идёт как раз серия вопросов. Какие техники использовались, Любовь пишет, какие техники использовались для выявления потребностей? Это брейнштон команды или какие-то опросы? Нам предложили, вот если речь идёт действительно о кейсе, который здесь был представлен. Методик очень много, я не буду сейчас прямо отдельно их брать. Но то, что касалось конкретно этого кейса, нам были предоставлены. У нас очень короткий был срок, поэтому мы могли использовать только те материалы, которые уже есть у автора. И мы пользовались опросами и диаграммами. То есть мы просто составляли, очень большое количество было проведено опросов, они были просто не структурированы, из них не было сделано нужных нам выводов. Поэтому мы просто, так скажем, сделали диаграммы по всем опросам, которые нам нужны были, для того, чтобы это выявить. Поэтому вот в данном случае ничего не изобретали, брали просто то, что есть, работали с тем, что есть. Надо сказать, что с заказчиком мы обычно так и работаем. Потому что для того, чтобы сделать какое-то подробное исследование, нужны другие временные и другие исходные данные. На какие метрики вы опирались, чтобы понять, что гипотеза оправдалась и МВП жизнеспособен? Хороший вопрос. Хороший вопрос. сам по себе. Давайте я так отвечу. Я отвечу пока в общем масштабе. То есть, в принципе, мы взяли ценностный подход. Потому что, чтобы сейчас рассматривать конкретно метрики, какие-то отдельно, у нас недостаточно было информации. Поэтому вот метрики сейчас пойдут. Мы их заложили, эти метрики, в наше предложение. И уже сейчас по МВП будем рассматривать это дальше. потому что в основу был положен ценностный вопрос и вначале анализ, который нам нужен был для того, чтобы составить вот эту гипотезу. Как вы оцениваете изменение поведения слушателя? Очень хорошие вопросы как раз по метрикам. Не то, чтобы даже по метрикам, а как оценить. В общем-то, все те же самые инструменты. Наблюдение. Вот почему очень важна обратная реакция и связь. Например, по вашей обратной связи или по наблюдению. Вот я веду, я отвечаю на вопросы, я одновременно вижу, кто и как реагирует. Я вижу, например, сколько зашло. То есть это идет постоянный анализ, когда вы постоянно находитесь в исследовательском наблюдении. Поэтому это тоже своего рода привычка. Это я не очень люблю опросы сами по себе, потому что они довольно схоластичны. И если это небольшая аудитория, которую я могу вживую, например, просить, или, например, просто могу задать вопрос, вам понравился мой вебинар или вам понравилась моя тема, и просто сразу увидеть на это ответ. Причем, если раньше я расстраивалась, например, что я в аудитории часто, например, когда я заканчиваю со слушателем, со студентами, с клиентами свою встречу, я всегда в конце задаю вопрос, что ценного и полезного вы сегодня узнали. Кстати, напишите мне, пожалуйста, что ценного и полезного для себя вы сегодня узнали и вывели, потому что для меня это важно. как вы можете использовать это на практике, поделитесь со мной, потому что, если это знание никак нельзя применить, для меня это, ну, не то чтобы бесполезное знание, бесполезным не бывает, но это значит, что что-то я недоработала, потому что, может быть, я не показала какую-то применимость этого знания. Как это можно использовать? Потому что взрослые люди просто так никогда не учатся. Они учатся за то, они учатся всегда для того, чтобы решить уже конкретную свою задачу для чего-то. И вот как раз, когда мы говорим о том, чтобы, ну, как узнать, вот изменилось это поведение или нет, я могу спросить просто, а как вы использовали уже те знания, которые я дала? и я вижу, использованы или нет. И даже не прямым вопросом, а может быть, косвенным, да, потому что я задаю, на самом деле, не прямой вопрос, а косвенный вопрос, но я вижу результаты того, что я делаю. Поэтому, ну, это один из примеров, да, например, перед тем, как, перед тем, как разрабатывать программу по педагогическому дизайну для именно экспертов, то есть у меня есть еще заказ и на, ну, заказ, большой заказ на создание такой программы, но только уже для рынка, не для образовательного рынка, а для экспертов, которые хотят выходить для лайн-шкоп. И на самом деле, например, прежде чем такую программу вообще разрабатывать, я провела около 15 глубинных интервью, то есть я просто пошла и поговорила с людьми, причем глубинное интервью, это интервью, которое длится ну час, полтора, и нужно, вы понимаете, что не каждый готов инвестировать в это время, и нужно понимать, что это интервью должно быть проведено так, чтобы польза была для вас и для меня. И, следовательно, ну вот, просто вы выходите к аудитории и спрашиваете, что вам нужно, что вы хотите, что я могу дать, и что вам нужно. Давайте мы сейчас просто поговорим об этом. И чем открыть этот диалог, почему здесь в продуктовом подходе очень много обратной связи. Чем более открыт этот диалог, чем вы больше настроены на этот диалог, тем ближе вы будете к вашему нужному, оптимальному образовательному решению. Поэтому вот так вот изменения мы оцениваем. Да, хорошо. Так, а как у МУВУЗа? Елена спрашивает, например, может отреагировать на такую разработку образовательной программы? ВУЗе я вела лет, наверное, 12. Различные программы для дополнительного образования. У нас был большой отдел дополнительного образования. И программы были авторские. То есть там можно было предлагать авторские программы. Поэтому опять же здесь нужно понимать, каковы ваши цели. То есть, например, продуктовый подход. Я понимаю, что сам продуктовый подход, и почему я сразу в начале вывела, он может быть интересен в том числе и различным департаментом ВУЗа, которые работают с выводом образовательных решений и продуктов, которые есть в ВУЗе, на рынок. Потому что им без этого подхода будет выйти очень трудно. Если речь идет, например, просто о том, чтобы в рамках традиционного стандарта вести, например, просто свою преподавательскую практику, вести лекции, вести практики, то здесь больше зависит от самого разработчика, от самого преподавателя. Потому что я это использовала в свое время для того, чтобы мне просто комфортно было чувствовать себя в аудитории, проводила целые дни. Мне было интересно, чтобы мне интересно жить было, чтобы мне было интересно заниматься, чтобы я получала те результаты, которые я хочу. И я это использовала в том числе и для своих преподавательских уже экспериментов, то есть таких экспериментов. И надо сказать, что они совершенно свободно укладывались в рамки той программы, которая в рамки стандартной программы. Потому что я могу описать методы, могу не описывать полностью модели, не менять модели, но я могу применять любые инструменты для того, чтобы построить, например, свой урок или свое занятие иначе. поэтому начать, например, просто с проблемной зоны или начать с того, чтобы просто пересмотреть, например, проект в проекте сделать или как мы делали игры. Вы знаете, очень интересная такая практика, вот когда я поняла, что когда подошли ко мне ребята и спросили, а у нас вообще нормально это что-то будет, лекции-то нормальные будут и мы все играть будем. сразу же обратная связь. Я понимаю, что значит нужно, что гибрид нужен, то есть это идет сразу понимание того, а что людям нужно. И оказалось, что студенты не очень любят долго играть, то есть один-два это урока хорошо, или два занятия это хорошо, потом им становится скучно, потому что уже пройденный этап, неинтересно. Но оказалось, что им очень интересно делать самим игры. то есть когда они выступают разработчиками и на свою же собственную аудиторию своих однокурсников ведут такие вот проекты, игровые проекты. И с этими игровыми проектами как раз уже в 19-м году я и выиграла конкурс, международный конкурс онлайн курсов и заняла второе место, потому что вот с этими играми, которые составляли уже сами студенты, а я была модератором просто этих вот проектных групп, причем по корпоративной культуре, то есть это совершенно спокойно и нормально укладывалось в программу и никакой ум мне ничего этого не запрещало делать. Здесь уже, так скажем, какое-то личное что-ли творчество. Ну, потому что здесь может быть, видите, здесь речь идет о стимулах и о мотивации, которыми наверное мы руководствуемся. Вот как-то так. хорошо. Ну что, наше время дальше. Вот вижу. так. Насколько это может быть востребовано в школе? Ну, опять же, вот понимаете, очень трудно решать за саму школу или за самого преподавателя. Ну, потому что вот из, например, курсов, которые я вела раньше, именно, например, технология создания онлайн-курсов в том же классруме, да, большинство моей аудитории это были преподаватели школы. потому что, во-первых, они ведутся активную репетиторскую деятельность, а для этого нужны инструменты и площадки и методики определенные уже, причем иногда довольно сильно отличающиеся от школьной, да, во-вторых, это зависит от домашнего обучения, которое сейчас уже тоже стало очень популярным, да, и там тоже, ну, без определенных знаний уже методологии, педагогического дизайна, без вот этих инструментов это делать уже довольно трудно, потому что, когда вы выходите в онлайн, вам нужно соединять методическую часть с инструментарием, это и есть педагогический дизайн, когда действительно нужно продумывать, вот даже не в рамках продуктового подхода, именно в рамках уже моделей педагогического дизайна, нужно продумывать в том числе и часть доставки, в том числе и часть упаковки, причем от этого иногда, от юзабилити, от возможности и способности воспринимать информацию зависит результат, поэтому насколько это может быть применимо в школе и в рамках каких задач, я думаю, что здесь лучше подумать самим, то есть я бы себе отвечала, я вижу, что, например, можно делать с этим и я понимаю, как я могу использовать это. Это как раз вопрос к тому, а как мы можем это использовать. И вам спасибо за вопрос, потому что сейчас я во всяком случае задамся для себя этим вопросом, потому что моя задача помочь слушателю использовать те знания, которые я предлагаю. может быть, отдельные курсы кружок, да, конечно, может быть. Были такие проекты, когда, например, школа рисунка, например, при школе школа рисунка, вот ко мне обратилась как раз участница, она такой проект онлайн делала. Спасибо вам за обратную связь. Вы пишите, что контент был интересный для вас, за прямые ответы на вопросы, материалы интересные, есть что переосмыслить и пересмотреть в преподавании. Да, я благодарю вас за обратную связь. Да, и опять же, не заканчивайте вопросы, если вам интересна сама эта тема и вам контент показался интересным и перспективным для вас и ваших образовательных организаций, то вы можете найти по этим контактам меня и в общем-то мы можем продолжить эту тему. Поэтому спасибо всем за участие в вебинаре. Ваша обратная связь меня вдохновила сегодня, поэтому от всего сердца вас благодарю. Если бы у меня была сейчас возможность поставить огонечки, я бы их тоже поставила. Спасибо вам большое. Поэтому жду вас на своем курсе. Подумайте, как мы можем провести такую хорошую творческую летнюю мастерскую, как раз используя уже различные техники, методические техники. Спасибо и вам хорошего дня. Спасибо. 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 .